Музыка Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-Нциклопедия от Айда Зет. И сегодня мы узнаем о группе Голден и Эрин. История этой команды-долгожительницы из Гааги началась еще в 1961 году. Основали группу два паренька Джордж Койман с гитара и Ринус Херритсен бас, компанию которым на первых порах составили Ханс Фандер Херверден гитара и Фред Фандер Хилст ударные. В оригинале коллектив назывался The Tornado, но потом, дабы избежать юридических заморочек, вывеску сменили на Golden Earrings, причем спустя несколько лет из этого названия исчезла последняя буква. К 1965 году, когда вышел дебютный альбом, состав группы несколько видоизменился и помимо Койманса и Херритсена включал в себя Фронса Крассенборга вокал, Питера де Ронде гитара и Япа Эхермонта ударные. Сингл Please Go угодил в национальный топ-10, но следующий миньон оказался еще успешнее. Записанный в лондонской студии Пай и получивший серьезную поддержку на радио, Z-Day поднялся уже до второй строчки, уступив лишь битловской Мишел. Группа продолжала бомбардировать чарты, а тем временем ее состав флуктуировал. Сначала ушел Деронде, за ним исчез Крассенборг, а вокальные партии поделили Койманс и новенький гитарист Берри Хэй, который родился в Индии и потому лучше своих партнеров владел английским языком. Если первые работы Golden Earrings были выполнены в духе британского вторжения, то к концу 60-х в творчестве коллектива появились психоделические элементы, что проявилось на пластинке Miracle Mirror. В 1968 году команде впервые удалось возглавить голландский чарт с песней Дон-Дон, Диги-Диги-Тон. Немного погодя, Golden Earrings пробились в лучшую пятерку с двойным альбомом On The Double, в котором смешали фолк, психоделику, хард, помп-рок, соул и мюзик-холл. Вышедший следом студийник Eight Miles High с 20-минутным кавером Берц также имел хороший успех, причем его появление сопровождалось первым визитом голландцев в Америку. На этой пластинке функции ударника выполнял Сив Уорнер, но уже на следующей полнометражке должность барабанщика перешла к Сейзеру Задервейку и в дальнейшем костяк группы из четырех человек оставался неизменным. К первой половине 70-х стиль Golden Earrings устоялся и представлял собой средней тяжести прогрессив хард-рок, сдобренный клавишными и духовыми и украшенный балладным материалом. В 1972-м голландцам представилась возможность сопровождать на европейских гастролях Дзэху, после чего с помощью сингловой компиляции Хиэрин Иерин, изданной фирмой Трек, они прорвались на британский рынок. Наивысшим же коммерческим достижением Golden Earrings стал альбом Мунтен с хитом Рейда Лофф. Сингл с этой песней возглавил голландские чарты, вошел в английскую горячую десятку и даже угодил в заокеанский топ-20. Впрочем, американская популярность оказалась недолгой, и после гастролей по штатам в компании с Doobie Brothers, J. Giles Band и Santana группа сосредоточила свою деятельность на европейском континенте. В 1974 году в состав прибыл клавишник Роберт Янстипс из Super Sister, чье влияние заметно проявилось на диске Switch. Впрочем, после относительно интровертного альбома To The Hilt, он потихоньку расстался с коллективом, а вместо него в штате появился второй гитарист Элко Хеллинг из Quby Plus Blizzards. В итоге песни на контрабанд оказались более прямолинейными и ориентированными на аор, хотя некоторое влияние арт-рока здесь еще оставалось. В 1977 Голден и Эрин выпустили двойной концертник с записью выступления в Лондоне. Лайф хорошо продавался и стал домашним чарт-топпером, в результате чего взыгравшие у музыкантов амбиции заставили их нанять на очередные сессии американского продюсера Джимми Айовина. Сделанный под его руководством Grab It For A Second обозначил разворот к прямолинейному хард-року и заметно потяжелевшему саунду. Впрочем, цели, поставленные группой этой кооперации, не были оправданы, что выяснилось во время сопроводительного заокеанского тура и привело к изгнанию Хеллинга. Оставшись вчетвером, Голден и Эрин откатились назад и выдали более коммерческий продукт No Promises No Deaths, который им принес национальный хит We Can't Love. Продолжая в том же духе и еще больше погружаясь в мейнстрим, в первой половине 80-х группа выдала подкрепленные MTV-шными клипами такие интернациональные шлягеры, как Twilight Zone и When The Lady Smiles. Породившие их альбомы CAD и NEWS возглавили голландские чарты и отметились в Billboard, но в дальнейшем зарубежная популярность команды пошла на спад и музыканты сосредоточились на домашнем рынке. В конце 80-х стиль, который продвигали Golden Earring, можно было характеризовать как диско-рок, однако с приходом 90-х ситуация начала выправляться, тем более что коллектив открыл для себя новый формат, попробовав работать в акустике. Эксперимент, поставленный на концертнике The Naked Truth, оказался вполне успешным, и пластинка разошлась полумиллионным тиражом, поэтому впоследствии команда не единожды повторяла подобный опыт. В 1994-м вышел альбом Face It, который записывался в студии Койман с живьем и поэтому обладал соответствующей энергетикой. На следующий год Golden Earring решили отдать дань героям прошлого и выпустили подборку Love Suites с каверами Боба Дилана, Дженнис Джоплин, Битлз, Бич Бойс и так далее. Последним студийником 90-х стал диск Paradise in Distress, где при ставке на классический рок можно было заметить отклонение в фанк, электронные ритмы или альтернативу. Наступление миллениума команда отметила двойным зальником Last Blast of the Century, после чего отправилась с визитом в Америку. Там голландцы не только провели очередные гастроли, но и записали диск Milbrook USA, названный по месту его создания. По большому счету, эта работа относилась к хард-року, но там было и много акустики, что делало альбом некоторым образом похожим на творчество Led Zeppelin. В дальнейшем коллектив предпочитал трудиться на концертных площадках и лишь в 2011-м заглянул в лондонскую студию State of the Ark. Наняв в продюсеры Криса Кимзи, среди множества клиентов которого были и Rolling Stones, голландцы выдали мощную и достойную программу Tits and Us, по праву занявшую первое место в национальных списках. Golden Earing оставались в строю вплоть до 2021 года, пока серьезная болезнь Джорджа Койманса не заставила музыкантов заявить о закрытии проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова